итак собрался добга и мы начинаем играть за российскую республику в будущем мы будем делать конечно же империю и будем приводить к власть николая второго играем и конечно же в казаршизу и конечно же если вы вдруг еще не подписано обязательно подписывайтесь а мы начинаем у нас тут пошли лорные винтики в принципе все по классике все очень плохо развалились мы немножко как немножко очень ножка иренский у нас к сожалению умирает номер должно крепиться но с экономикой к сожалению тут увы как говорится все сейчас только начинается проблем только начинаются иренский верху хороним его можно под увеличить популярность то я бы наверное и спида стабильность я мы будем тянуться таких винтах на стабильность потому что так или иначе мы сможем привести нужные нам партии классе а именно нам нужно либо кадетов либо в нс но я пойду в кадетах потому что мне когда чуть-чуть по привлекательнее фокус окажутся эти в целом они примерно одни и те же и выпускаем все вот эти вот винтики тут их много самое главное в нашем пути это сейчас объект неочередные выборы был так брест ледовских репараций пошла запрос от социалистической републики казахстан есть экономических связей это кстати любопытно я не очень уверен что я выбрал что выбрал то и выбрал демонстрации социалистов разрешиваем протестовать я думаю чтобы не терять кучу стабильности похоже они пошли не вбегался в этом баре они похожи но нет не он ладно скоро увидим ваши националистов тоже не теряем стабильность я думаю я протестуют и попробуем договориться вопрос от социалистических партиях мы разрешим чтобы не было революции черный подельник ударил вкусно но разберемся и можем договориться ибо армии получить еще 10 стабильности я думаю нам нужно стабильность брать о смотрите-ка просто казахстан взял и присоединился план сената потому что повышает популярность нужных нам партий дело внеочередные выборы и начинаем поддерживать то есть две партии которые нам и нужны и по нам пойдет победа любых из них но тот факт что мы увеличиваем обе мешает популярность партии которые нам не нужны так что точно кто-то из них выиграет он хочет помощь нет мы не поможем им у нас разблокировали с фокуса конечно же начнем экономических вкус и делать как мы присоединили вот эту страну господи у нас еще появились новые дивизии правда не очень давайте просто распустим но приятно самое главное приятный военный завод дополнительные эти вот так сделаем так начинаются винтики про наши партии но я бы наверно потому что они сюжету нашего проведения мало относятся и пошло первоначально восстановления нам нужно конечно же побыстрее избавиться всех этих духов но это займет очень большое время и нормальный фокус и мы не сможем сделать пока все дебафы не пройдут стабильность потихоньку выкачивается ситуация как бы пойдет тут есть кандидаты но по-моему особо без разницы главное вот мы анархиста поставим хотя бы таки я знаю особо не так важно я могу ошибаться здесь мы ставим романова наверное он важно хотят не точно а тут кстати говоря власов поднимаются ну ничего мы с ним позже разберемся привычки путь а это в беларуси не показалось германия гражданка и я забыл что надо нажимать решение говорится классики поэтому перестартал сэм в самом начале где все настроил и ходу здесь вот эти ребята в этот раз решили не присоединяться ну ладно а в принципе не сильно расстроен вот сброс на участке закрываются делаются наше решение и мы делаем победу в нс так лично и у нас так война слева и родители в нс в сексе говорил прогрета помнить нет вышли мы в войны все-таки это это устроит и так вас там осуждает правительство но мы всем дали участвовать выборов всем дали высказывать свое что-то поделать митинги теперь никому будьте на выборы я думаю нельзя говорится наши выборы самый честный в мире это чтобы у нас говорится не было решений на поддержку популярности но это уже другое и я думаю мы делаем президента консерватора женские 200 смерти мы можем сделать но я бы предпочел политку и аристократы торжествуют нам принципе наверное пойдет я конечно не очень рад то что здесь 5 тнп отнимаются 10 стабильность это всего один тнп технически то есть как быть 4 отнимают очень очень в случае когда он сменится правитель это поменяется но конечно придется с этим достаточно долго жить скорее всего есть какие-то пути без этого но я решил не играть так сказать все 100 путей россии и загонять себя в дурку и просто пойти по пути который я знаю что должен заработать как монархическая коалиция есть можно пойти к величайшей цели и можно пригласить новых гдп в по коалицию нашу конечно же зовем и делаем фокус но сам референдум пока делать нельзя нравится мне что нам накидали разных событий на плюс стабильность но популярность это партия ладно остались тоже 44 как бы жить с такой можно вполне себе на скоро тут уже относительно скоро появится перевооружение еще кое-что говоря есть еще какие-то фокусы дальше у русского языка да конечно проведем если нюанс у нас 330 политкой уже как бы но она продолжает накапливаться утратить мы ее не можем и запоминаем нам нужно 750 дней насколько я помню знаю и значит что мы где-то вот август у нас где-то считайте в ноябре мы до сделаем ноябре 38 конечно же мы сделаем фокус на решение на референдум а до этого момента будем делать другие фокусы насколько знаю нам их особо да тут не сильно интереса не сильно много и не сильно интереса что делать это давайте займемся сейчас наверное охранкой армии за быть немножко флотом потому что да я начал немножко качать флот и мы постараемся восстановить большой флот и отомстить японии за наш тусимский позор банка у нас готова давайте сразу к ней сделаем еще грейдов шпионы начнут делаться это очень хорошо нас еще дополнительные бафы сверху есть и можно ли пойти в модернизацию армии либо во флот и смотрите-ка у нас есть аф на три года опережения моделей авианосцев и линкоров то есть мы могли сделать вообще вот этот авианосец сорок первом году на 40 он даже на самом деле чуть супер круто кстати говоря это подумать либо линкоры конечно но сейчас вот подумаю если что у нас тут еще баф на эсминцы и в принципе верфей многое на подводной лодке короче говоря наш флот может быть супер солидным и тут еще верфи потом вот эти баф уже не так интересно как вот эти все бафы потому что нас очень много бафов напишением наш флот реально может стать очень крутым поэтому давайте в него и пойдем россия через флот что может быть лучше и можем выбрать куда столицу поставить давайте в петрограде и оставим о а вот и больше никакого брест литовского договора лично я так понимаю это этот и нет еще перевооружение но может дает нет но но скоро наверно даст смотри и самое главное идет потихоньку это меня радует и обточил исследовать эсминцы потому что мы очевидно вот эти эсминцы пас под исследуем под бафом сейчас в кстати говоря 105 дней фокус займет жесть но вот эти вот мы сможем сделать только после остановления севастополя либо владивостока то есть не скоро нам бы востоком так сказать по сражаться а вот это в принципе сможем это три верфи и а года опережения то есть вообще нам сейчас этот фокус не сильно нужен внутри верфи нам уже пригодятся давайте модернизируем немножко армию потому что нам возможно придется воевать с лажкой республикой может еще здесь где-то рейси с дальним востоком и получить некоторые бафы к армии или по крайней мере убрать текущие дебафы всегда неплохо и мы выбираем вторую всех бафа тут конечно неплохие должны быть бафы к бронтехники вот здесь особенно опережения но объективно говоря тут бафа на стоимость доктрины 2 а я хочу 2 и тут вот есть куча опыта армии плюс арга и в общем то я думаю пойдет это вот а еще опыт лидеров которые тоже достаточно уникальный баф и принципе я играю через старую почти всегда поэтому давайте ее и оставим и можем здесь вот либо что-то по исследовать либо просто пойти по фокусам армии я пойду как минимум сразу в опыт армии а вот скорее говоря и русские притесняются в валашской республике ну это война как говорится так что готовим сейчас фронт туда и нужно сразу же поделась немножко штабе чего-то я думаю шапошниковым поставим или маршалом он расстал сделать это брать тем не менее он сможет потом стать экспертом по делегированию но уже он может стать нападающим и мастером наступления и здесь расставим просто каких-то подающих хорошие надежды генералов прох неплохие статы и какие-то и все будут раскачаны другие перки потом если я бы убралась это кавалерию в идеале поменял бы все на пехоту как есть и армия достигает позиции эта война давайте дождемся чуть она принципе я уже нажал можем да уже вот так уйти национальное перевооружение ограниченное либо все что беру даже не ну конечно мы берем побольше тут нам предлагают 6 домиков тут два домика выбор очевиден и мы можем начать перевооружение продаст на минус скорость средства военных заводов там не сильно сейчас нужно потому что я все еще немножко фабрики подстраиваю но мы уже сможем и по внешней политике и мы можем теперь выбирать духе армии может да мы еще можем и мобилизацию делать экономики конечно же самое главное сейчас поставить здесь поставили плюс опыт я думаю обязательно ставим плюс вот сюда атаку у нас в теории кто-то может лав лапнуться хоть и здесь не так-то и много боев будет не менее у нас есть еще концертная скорость 30 фабрик его мы тоже берем и начинаем жестко застраиваться фабриками и да я все-таки решил исследовать авианосцы пойти в авианосцы причем наверно баф мы потратим вот на этот авианосец но посмотрим все говоря уже можем подкачать доктрины по 35 первые но дальше чуть подороже тем не менее очень жестко мы уже включались и к войне нормальные мы я думаю к любой будем уже готовы если можем еще доделать вот эти вот бафы но давайте верну сюда пойдем и трудной войной с вот этим вот с охранкой поделаем фокусы наверно и вот лошадская республика в этот раз до конца входит наш состав армия возвращается на запад и я бы ее скоро начал тренировать только мы избавимся от плюс времени подставки дивизии таки не хочу я лишнее это снаряжение тратить на это вот бонус к учительным технологиям нам в теории поможет вот это побыстрее исследовать так что я думаю это хороший для нас фокус а лошаду мы реинтегрируем и смотрите что мы сейчас будем делать во первых мы включаем себе кайзер 6 есть плюс рост подчинения минус урон гарнизонам обязательный great я считаю и наверное мы оставим гражданская тут конечно цель 65 нет ладно не можем местную полицию за 65 из-за того что гарнизон не заполнен давайте вот так сделаем и в теории должны не под заполниться я думаю стать получше как минимум можно распустить всю кавалерию думаю а в принципе можно не постесняться и взять и распустить часть пехоты просто чтобы гарнизоны сразу заполнились и мы не теряли лишних людей и лишние винтовки а эти самые гарнизоны 35 можно и как раз агентов поднанять интересный агент конечно кажется он втайне продает всем игры под названием скорее каким-то образом под экономить еще побольше может запретение всего 7 уж ты так может промега скажи нас кого нам не интересно может мы сможем или гражданский вообще надзор тут это максимум причинение без цели сопротивления так хватит 10 7 сопротивления 16 меня устроит я устроит но что-то я наберу максимум подчинения по быстрому а бабушка русской революции интересно еще быстрее мы это делаем тем быстрее мы сможем потом эти земли интегрировать полностью и мы можем сделать программ перевожения можем реальную политику сделать это спасение так понимаю более агрессивные выбора это более какие-то разные агрессивные меня устроит и мы получим чудес стабильности что дает один т.п. меня это тоже очень устроит на боку нам то расскажут по свой японий славяк на кассатурам в шанхае не сильно это очень зато интересно что трансамур выбирается и пока пока ничего не понятно пока что высокая зависимость от японии единственное что я вижу и какие-то проблемки там есть как будто они очень могут развалиться женская война в испании началась реализации земли господи это значит мы московский папка конечно же если не будет принять социал демократами популярность если будет принято принимаю закон о земле целый демократ и мне наверное давать социализации земли земля будет общаться другими землями или что говоря хоть бы немножко рассказали что это я думаю надо начать с казаков конечно же и отсюда выделить какую-нибудь армию давайте вот егоров у нас отправляется хотя почему егоров давайте отправить сюда две армии чем их можно еще спить будет потренировать немножко и разберемся мы с власовым германская империя угрожает россия кого это волнует еще он своих проблем хватается я думаю точно не для нас встречает все контакты с нами эмбарго германия неприятно но пожалуй похуй здесь стоит наладить думаю цепочку поставок в иркутск это понимаю да вот здесь вот на границе раз с трансамуром те счет него я бы туда отправил какой-то некоторый гарнизон просто потому что там в теории может быть какой-то пограничный конфликт было бы хорошо чтобы у нас были дивидии которые могли бы в нем если что поучаствовать так что какие-то уверенные все силы отправить стоит так смирить казаков готова можем в это время мы поделать еще какие-нибудь военные фокус у нас тут есть вот допустим скидки на доктрины нам пригодились мы реально тут сейчас закроем все буквально вот тридцать восемь году какого-нибудь я бы хотел чтобы они до тренировались войска наши после чего мы пойдем восстанавливать так сказать справедливость вот в этих территориях хотя я вижу что восстановление занимается и не занимается некоторым время большое а ну и сейчас ладно и тренируются тут сейчас видимо бани сама все доделает а мы уже добьем того кто выживет как говорится добейте выживших и пожалуй закончим мы на этом первую серию следующий мы уже начнем защищать наш территорию тут на же все фокусы доступны до николая второго конечно придется еще подождать тут два годика как бы до надо ждать с вами был богат если наставьте лайки оставляйте комментарии не забывайте проточить escort и до скорых встреч пока